Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Вот на столах у товарища есть книжка, в которой есть целая... Вот книжка, а в ней еще есть книжка в красной, в красной у тебя, вот перед вами. А в ней еще есть книжка «Полномерное завершение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Так что это все написано. Но это тот самый случай, когда написано все подробно и все там хорошо, даже поправлено кое-что, например, в отношении одного противоречия между бесклассовой природой и коммунизмом и еще не полностью преодоленном делении общества на классы. Но вот этой всей картины диалектической, которая нас в кружке интересует, вот где тут сейчас нас не просто интересует содержание, правильно? А нас интересует применение диалектики вот к этой проблеме. А проблема очень простая. Это диалектика, движение социализма как неполного коммунизма к полному. Так, вот наш предмет. Больше ничего. Движение, диалектика. А если диалектика, значит первое, что мы должны сделать, это определить противоречия. Часть работы мы на прошлом заседании сделали. Мы рассмотрели основное, можно сказать, противоречие. Противоречие между коммунистической природой и социализмом, поскольку это коммунизм, правильно? Если вот коротко говорить, коммунизм. А какой? А какой есть? Другого нет. Вы жили при коммунизме? Да. Ну все, все, пожили? Нет, я не жил. Вот теперь поживите при капитализме, без сравнения. А я жил. Я жил с 45 по 61, я долгожитель коммунизма. Поэтому я и буду об этом рассказывать. Так, а какое противоречие здесь получается? Противоречие, мы об этом говорили в прошлый раз, мы просто, так сказать, для связи с дальнейшим. Хочу это снова, так сказать, повторить. Да? Вопросов? Я между коммунистической природой, социализмом и его отрицанием в себе. Да. Не договорить. Я с контролем, с капитализмом. Да. Связано не с выходом, а с выхождением. Выход, он как-то вышел, а этот остался здесь, а этот ушел туда. А выхождение тогда его самого. То есть тут вот правильно надо сформулировать. Вот это противоречие, и, собственно, люди увидели противоречие, а дальше что мы должны сделать? Мы должны дальше, так сказать, увидеть, какие противоположные тенденции его образуют. Одна тенденция какая, позитивная. Тогда давайте продолжать, Сергей Иванович. Хорошо. Развитие первого фаза коммунизма, полный коммунизм. Да. И преодоление всех родимых пятен, что одно и то же. Что одно и то же есть. Если такое есть развитие, а преодоление как бы и нет. Или преодоление, но как бы развития нет. Такого не бывает. Это такое развитие, которое связано с преодолением родимых пятен капитализма. И второе. А противоположные тенденции есть? Есть. Вот она, она у нас теоретически, вот если вы возьмете литературу, всю литературу советского периода. И вплоть до, вот, да, так сказать, того, чтобы вот эта проблема была разрешена хотя бы теоретически. А это такой тенденции как бы и нет. Она есть или нет? Есть. Есть. Она объективная? Тенденции есть такого рода, что социализм превращается обратно. В капитализм. Она что, при Ленине не было? При Сталине не было? А она появилась при Хрущеве, что ли? Она постоянно присутствовала. А? Она постоянно была. Она постоянно была. С самого начала. Вы когда начинаете, с какого момента у нас социализм? С какого года? С 36-го. С 36-го. С 36-го. С 36-го года. Значит, с 36-го года есть эта тенденция. Потому что до этого была не такая тенденция. Мы просто с капитализмом боролись. С капитализмом, а не с тенденцией противоположной. У нас был капитализм в деревне, у нас был капитализм в городах, у нас было много укладов. Мы сделали одно укладное. У нас был коммунистический уклад. и этот коммунистический уклад развернулся на всю экономику. А вот когда уже пошла речь о социализме, начиная с середины 30-х годов, грубо говоря, с 36-го года, у нас эта тенденция была не выражена в виде особого уклада. И наоборот, она была представлена в чем? А во всем. Коммунизм, как там определяется, что такое социализм или низшая фаза, это такой коммунизм, который выходит из старого строя, и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. То есть в чем это проявляется? Во всем. Скажите, пожалуйста, теоретически это осознавалось, что у нас во всем есть противоположные тенденции. Нет, мы всех врагов разгромили. Правильно? Все. И на Тихом океане свой закончили поход. Ну, те, кто закончили, те и разгромили своих действительно врагов. Но считать, что мы решили эту проблему, проблему перехода в полный коммунизм, мы только ее начали в 36-м году. Начали борьбу с этой противоположной тенденцией. До этого мы не с тенденцией боролись. Мы с противоположным классом боролись. Если мы с кулачеством боролись, то кулачество – это класс. Это классно. Это наша экономика, какая была. В этой экономике был капитализм. Причем этих капиталистов очень много. Вот этих промышленных капиталистов было мало, раз и все. А в деревне было тьма тьмущая. И мы их туда отвезли, чтобы они сами работали, то есть подальше за Урольский хребет. А они обратно приезжали. И раскапывали, доставали пулеметы, доставали гранаты и прочее. То есть вот когда началась вот эта борьба, о которой мы говорим, рассматривая это противоречие. Вот началась борьба между коммунистической тенденцией, тенденцией превращения социализма в полный коммунизм, и противоположной тенденцией, тенденцией превращения этого социализма обратно в капитализм. Значит, есть ли те, кто ведут эту борьбу или должны вести эту борьбу, если они не видят этой противоположной тенденции, что должно происходить? С гарантией. С гарантией. С гарантией. Не будет побеждать, а победит. А? Не будет побеждать, а победит. Она и победила. Ну, я же говорю, если ее не видеть, она победит. То есть, ничего в этом смысле убедительного, с точки зрения теории нет. То есть, если не брать диалектику, мы же ее для чего изучаем? Для того, чтобы на такие вопросы отвечать. Если не брать и не рассматривать вопросы диалектические, то непонятно, как так. Вот тут такая победа, победа социализма и в городе, и в деревне. То есть, только хочется праздновать, праздновать, праздновать. И фестивали всякие делать. А на самом деле начинается новый этап борьбы, который и в сфере идеологии, и в сфере... А в сфере экономики идет? Идет. А в сфере политики идет? Идет. А в культуре идет? Идет. А в воспитании и образовании идет? Идет. А в медицине? Все, мы не видим, что в медицине тоже. То есть, вот есть компании, которые, значит, заплатим деньги, они возьмут себе и тогда дадут вам врача. С которой, само собой, еще деньги возьмут. Значит, вот первый вывод, который мы делаем. Вот этот вывод завершает то, что мы обсуждали на прошлом занятии. На прошлом занятии мы это противоречие сформулировали. Значит, у всех здесь присутствующих, кто изучал социализм и кто изучал диалектику, понимание здесь совершенно правильное. Потому что, если мы диалектически смотрим на развитие социализма в полный коммунизм, ну, это развитие состоит в чем? Что одна тенденция противостоит другой. И какая победит? Ну, та, которая больше сорганизована, более сознательно и так далее. Можно считать, что эта борьба была сознательной? Нельзя считать, что она была сознательной. Почему? А потому что нету этого понимания идеалектического, что ведется борьба с противоположной стороны. Это другое дело, что к ней присоединяются наши враги, так сказать, со всех остальных капиталистических стран. И что к ней присоединяются, так сказать, все те, которые являются бездельниками и тунеядцами в стране и так далее. Но вот проблема, которая была. Теперь это же самая проблема. Только мы не собираемся вот при этом рассмотрении рядом ставить. Это же самая проблема, будучи рассмотрена как экономическая проблема. А это мы правильно сделаем шаг, что если давайте теперь рассмотрим в экономической сфере это прежде всего. Почему? Потому что мы марксисты, а марксисты должны держать, как говорится, в голове примат производства. То есть если мы хотим углубляться, то не нужно, так сказать, начинать там с идеи, а нужно начинать с производства. У нас производство какое. Должно быть, если коммунистическое производство, то оно должно быть в интересах общества, непосредственно. Непосредственно. А если я посредственно, я вам дам деньги, а вы будете в интересах общества. Это уже не будет непосредственно. Не дадите деньги, я не буду в интересах общества. Это ясное дело. А что это будет тогда? То есть, какое у нас производство? Это, конечно, то, что вы сказали правильно, товарищ Лазарев, что оно общественное, а вот вы сказали истинно, в том смысле, что оно не просто правильно, а так и есть. То есть, оно, конечно, общественное, но непосредственно общественное. Скажите, пожалуйста, вы литературу более-менее представляете? Читаете книжку, смотрите, выступление сейчас очень легко. Зайди в интернет и все. Большинство признает, что у нас было производство непосредственно общественное. Я могу констатировать, как представитель, так сказать, экономической науки, я так и начинал, и кандидатскую защищал по этой, что у нас, вот мы, например, воевали совместно с Моисеенко, который у нас был теканом экономического факультета, а в войну он был командиром полка «Катюш». И первая у него наступательная операция была вообще в Великой Отечественной войне, а они захватили монастырь в Тихвине в 1941 году. Вот эта вот группа разведчиков, во главе с Моисеенко. Вот мы там были, я вам докладываю, в меньшинстве. Непосредственно это без капиталистов. Нет, не непосредственной борьбы. Это в теоретической борьбе. Вот то, что мы доказывали, что наше производство является непосредственно общественным, и это было, так сказать, движение меньшинства. И думаю, что и до сих пор оно движение меньшинства. У нас было так называемое движение товарников-антитоварников. Вы можете почитать экономические проблемы социализма в СССР, Сталина. Много там есть, там хоть один человек, который говорит, что наше производство не товарное, а непосредственно общественное. Нет там ни одного человека. Нет ни одного. Хотя есть высказывания Сталина, которые иначе нельзя трактовать. Например, что в наших социалистических условиях средство производства не является товаром, а это форма, которая используется совсем для другого содержания и так далее. Это вот для средств производства. А уже когда дело доходит до предметов потребления, то они, дескать, товары. А если товары, то товар – это продукт, производимый для обмена. А если обмен, то какой обмен может быть с рабочим? Я вам товар, а вы мне? Я рабочая сила. Товар – рабочая сила. А товарное производство, при котором рабочая сила является товаром, как называется? Капитализм. Капитализм. Куда можно прийти при этом? Причем я хочу сказать, что это не нападки на Сталина, потому что Сталин, во-первых, не экономист. У него нет ни одной экономической работы. Ни одной. И это не научная работа. Это замечания на выступление товарища. Одни замечания, так сказать, очень хорошие, которые в духе того, о чем мы с вами сейчас и говорим. Другие замечания, например, что закон стоимости у нас действует. Закон стоимости – это что, согласно Энгельсу? Основной закон. Основной. Не второстепенный, не третьестепенный, не четверостепенный. Основной закон. То есть он лежит в основе. Если закон стоимости взять за основной, что должно получиться? Всеобщее товарное производство. А всеобщее товарное производство как называется? Капитализм. И вот при этой, так сказать, расхристанности мы вступили уже в тот период, когда, так сказать, в теории эти вопросы еще не были дорешены, как следует и должным образом не доведены. Но я вот наблюдаю, что и Сталина, так сказать, читают очень мало. И читали, и читают. Уж говорят о Сталине, но просто нет таких людей, которые бы что-нибудь не сказали про Сталина. Если начнем считать, кто его читает, сейчас проблемы нет такой. Еще была проблема. Это Американский институт опубликовал сначала 14 томов, а потом пошли тома дальше, которые опубликовал Косолапов. Есть же собрание сочинений Сталина. Собрание сочинений было, 13 том был рассыпан. 13-й был, вышел, 13-й последний был. А, 13-й последний, а 14-й был уже, 14-й и 15-й рассыпаны были, они были в наборе. То есть, это же такое, это действие против Сталина. Вот, и все. То есть, вот, так сказать, ситуация, в которой мы находились, поэтому мы должны продолжать дальше диалектическое движение. Значит, и так, вот то противоречие, с которым связано движение социализма, это противоречие между коммунистической природой социализма и родивыми пятнами капитализма во всех отношениях. Или, как говорил Маркс, в экономическом, нравственном и умственном. Но поскольку мы с вами сторонники исторического материализма, то мы начнем не с нравственного и не с умственного, а с экономического. То есть, правильный, методологически правильный подход, посмотреть, какое противоречие выливается, вот это основное противоречие выливается в экономики. Так, производство непосредственно направленное на удовлетворение общественных интересов. Как называется? Непосредственно общественное. Почему условно непосредственно? Потому что все производства направлены на человека. Вот если вы будете даже рабом, то обязательно вам продукт дадут, чтобы вы покушали и дальше были рабом. Поэтому, если вы опосредственно, так все опосредственно идет для блага человека какого-нибудь. Такого нет производства, которое не кончалось бы каким-то потреблением. Бессмысленно производить, хоть в крепостничестве, хоть при капитализме, хоть при рабовладении, бессмысленно производить те продукты, которые не будут потреблять. Единственное, что вот эта бессмысленность больше всего проявлялась при капитализме, когда вот кризисы там, лучше пусть пропадут эти продукты, только не дать этим самым рабочим, чтобы они не вздумали, так вот хорошо потреблять. Значит, так, а другая сторона? Вот обычно вот всё это кончается одной стороной. Наше производство непосредственно общественное. Решили мы задачу? Не решили. А противоположная какая сторона? А вот родимые пятна капитализма, какие тогда? Нет, нет, это вот оно то же самое общественное, только посредственно общественное. Это товарность. Товарность. Но не товарное производство, в целом-то оно производство непосредственно общественное, а отпечаток. Какой товарности? Товарность. Распределяется. Не только распределяется, и в производстве тоже. Вот вы меня, я вот рабочий, вы мне дали задание, а я, конечно, выполняю задание, но думаю, как бы у меня поменьше поработать, побольше получить. Это что? Тоже. Тоже посредник. Да, так что во всех отношениях. В экономике непосредственно общественное производство – это целое. А в этом целом идёт борьба двух моментов. Непосредственно общественного же производства этого целого и второго момента, который называется… Нельзя говорить «товарное производство». Почему? Потому что товарное производство было в переходный период. Если мы начнём говорить, что тут у нас товарное производство, это будет совершенно неверно. Оно ни в целом нетоварное, ни как момент нетоварное. А это отрицание непосредственно общественного производства, и это товарность всего лишь. Вот, например, я хотел кого-нибудь, на ком-нибудь пример привести, думаю, да нескорбительно было. Ну, я вот, я какую-то злостность сделал, но я ещё не злой человек. Можешь такое вот различать? Мы должны злостность и человек весь. Поэтому и здесь. То, что у нас товарность везде присутствовала, сплошь и рядом. Рабочие старались, некоторые, и очень многие, поменьше поработать, побольше получить. Ну, как вот Лень говорил, поменьше дать обществу, побольше получить. Где это присутствовало? Это везде присутствовало, так, в той или иной мере. Хотя были и ударники, вот эти носители основной коммунистической тенденции, правильно? И эти коммунистические субботники, почему вот Ленин особо их отмечал, когда, так сказать, бесплатные люди, бесплатно работают, ремонтируют паровоз. И это вдохновило его на целую вот работу, в которой он как раз говорит о том, о социализме, об уничтожении классов и так далее. То есть, вот вам второе противоречие, которое не рядом стоит с первым, а в которое выливается, это основное противоречие, которое мы рассмотрели, которое выливается в производстве. Противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. В чем? Во всем. Во всем. Нету таких производств, которые были бы от этой второй стороны и противоречия отделены. Является ли после этого производство товарным? Нет, конечно. Это диаметральное противоположное. Но, а является оно коммунистическим? Является. Почему? Потому что оно в интересах общества. А полностью в интересах общества? Нет, не полностью, потому что оно с родимыми пятнами капитализма. Получается при капитализме точно такие же противоречия? Нет, не получается. Нет, не получается. Нет, не получается. Там не товарность, а там товарное производство. Товарное производство и общественное производство? Товарное производство это целое. Нет там общественного производства другого, кроме товарного. Нету. Нет там. Там только товарное производство. Диаметрально предположенная форма. А здесь непосредственно общественное производство. Да, конечно, а как же еще? Конечно, с частной формой. А здесь общественная форма присвоения. Я вот для общества работаю, а думаю, как дать ему поменьше и похуже, а взять себе денег побольше. И я вот цитирую вам ленинские слова. Говорит, немало мы таких рабочих пригвозили к позорному столбу, которые хотят дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. Так или не так? Это не значит, что он есть отдельно. Он такой, вот товаропроизводитель. Нет, товаропроизводитель в этом отношении чист. Он с самого начала, если я сказал, что я продажу товары, для чего? Ну, чтобы получить от вас деньги. Что вы хотите еще? У вас есть деньги? Берите. Нет денег? Проходите мимо, дорогой человек. Идите мимо, и раз нет денег, шантропат. Вот и все. Тут понятно совершенно все. А тут социализм, тут все хорошее. Негативное только есть. Если есть кто-нибудь без недостатков, поднимите, пожалуйста, руку. Трогательное единство. Никто не поднял. Скромные люди. И я не хочу выбиваться из общих рядов. Положение руководителя кружка не освобождает от родимых пятен капитализма, который есть во всех отношениях. Тот, у кого их нет, пусть плюнет. Пусть меня кинет камень. И смотрит... Мама кинула камень. Да, и вдруг камень лисит. И тогда человек говорит, мамочка, сколько раз я тебе говорил, когда я работаю, не надо мне мешать. Значит, товарность – это не товарное производство. Это когда я делаю не для того, чтобы обществу стало лучше. Я делаю, чтобы мне стало лучше, но общество так поставило, теперь в связи с этой коллективизацией, с индустриализацией, с государственными предприятиями, что я не могу никак получить, если я не даю обществу. Поэтому я должен вот еще и по плану делать, так, как запланировано. Запланировано в интересах общества. То есть соревнования делаются в интересах общества. И так далее, и так далее. Поэтому в той или иной мере товарность проявляется в чем? Во всем. И вот если мы сейчас к той же самой дискуссии о товарности подойдем, вот почему она такая странная? Потому что там никакого диалектического подхода нет. И поэтому там либо все товарное, либо все нетоварное. И поэтому и так, и так, и пересечение одного с другим, она какая-то вот такая странная в этом смысле книга. Но главное, там сказано, средства производства не товары. Не товары. А вот что касается предметов потребления, там не сказано, но получается, если я скажу, что это товары, то товар это продукт для обмена. А если я получаю вот как рабочий продукт для обмена, то на что я обмениваю тогда? Рабочую силу. Если товарное производство на том этапе развития, что рабочая сила становится товаром, называется капитализмом. То есть входа тут, тут ничего другого не придумаешь. То есть если вы встанете на эту точку зрения, но, как вы понимаете, эта дискуссия тогда начиналась, она пика получила вот в это время, когда вот мы публиковали. И мы-то в этом были в глубоком меньшинстве. С Моисеем, как и другие товарищи, товарищей я могу назвать. Это и Золотов, это и Сергеев, который замдиректор Института экономики, это Цоголов, завкафедрой политэкономии, МГУ. Вот. Это Еремин, тот просто, ну, рубился шашкой со всеми товарниками. Это враги были или были люди? Это враги были. Это были враги товарников. Нет, это были товарники. Товарники? Враги были или были люди? А я думаю, что мы не можем сказать, что они враги. Когда мы говорим, что они враги, это значит, мы говорим, что он сознательно хотел вредить. Нет, он ничего не хотел вредить. Он просто делал так. Тем более, он мог сослаться на выступления, книги, учебники и так далее. Никаких учебников в политэкономии не было. Потом, румянцевский учебник, который норовят все время сейчас издавать или переиздавать и использовать, он товарный. Цоголовский учебник, где написана главная планомерность, вот его кто-то не собирается издавать. Но он все равно не очень последовательный. И люди, которые были рядом с Цоголовым, которые были явным антитоварником, это вот Колганов и Бузгалин, вот они, как только умер их заведующий кафедрой, они пошли доказывать совсем другое, противоположное. Короче говоря, короче говоря, мы вот уже сформулировали второе противоречие. И первое в базисе, первое в базисе какое? Между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. Из него вытекает, и вот мы и пойдем такой дорогой, из него вытекает два, две противоположных тенденции. Одна тенденция какая? Кто хочет сказать? Тенденция к построению полного коммунизма получается? Нет, не получается. Если мы говорим о товарности и непосредственно общественном производстве, так надо об этом и говорить. А вы нас возвращаете к тому противоречию, который мы уже рассмотрели, мы уже углубились. То есть одна тенденция к усилению непосредственно общественного характера производства, преодолению всяких противоречий, отступлений и так далее. А другая тенденция какая? Это вы перескакиваете к усилению товарности и превращению ее из товарности в товарное производство. Вот две такие тенденции. С первой тенденцией связано движение социализма как способа производства в полный коммунизм, со второй связано контрреволюция, уничтожение социализма. Потому что вот мы победили, мы там съезд победителей можем собрать. Вы победили прекрасно. Дальше что будем делать? Двигаться в сторону усиления непосредственно общественного производства или в обратную сторону. Если будем в обратную, то придем туда. Мы и пришли. В том-то и дело, что как говорится, вот так бывает в истории. Она для того, чтобы нам легче было изучать в кружке эти вот, она это движение совершила. Поэтому если раньше сказали бы, ну вы-то придумайте, как у нас в стране, когда мы все победили, и у нас все кругом, социалистическая партия все контролирует, советы у нас есть. Все, назовицы такие вожди, все коммунисты. Коммунистов. Сколько у нас коммунистов было? Восемнадцать и шесть десятых. Восемнадцать и шесть десятых миллиона коммунистов было в восемьдесят шестом году. Вот книжку, когда я издавал, я там все проверял. Восемнадцать и шесть десятых миллиона. Потом добавил Восемьше в том Вот, значит Понятно Поэтому, а закон стоимости Как-то Энгельса игнорировать Что я скажу, это все это ерунда Как так можно делать? Нельзя так это делать Закон стоимости Основной закон капитализма Там почему? Потому что если будет производство для обмена То оно дойдет до обмена До того, чтобы Рабочая сила стала товаром И это будет товарное производство На том этапе его развития Когда рабочая сила становится товаром Называется капитализмом Вот и все Значит, вот второе Противоречие мы с вами коротко Рассмотрели, сейчас у нас задача не Подробно это все рассматривать А сохранить вот всю эту систему Вот мы пошли от единого Противоречия большого Между коммунистической природой социализма И его отрицанием, связанным с С выхождением из капитализма И там две тенденции рассмотрели В сторону полного коммунизма И в сторону капитализма А теперь в производство углубились В производстве Либо мы идем По линии усиления Непосредственно общественного характера производства Все меньше и меньше, так сказать, таких фактов Когда во главу угла ставятся Не интересы общества А интересы совсем другие Отдельных производственных единиц Отдельных коллективов Отдельных рабочих Прежде всего Так Как разрешается это противоречие? Ну, для этого надо вспомнить Как разрешается противоречие Вот первое, которое мы рассматривали Между коммунистической природой Социализма и отрицанием Как разрешается? Борьбой Какой? Не важно, за что бы вы боретесь Либо боролись И сейчас будет вопрос Узнаем, кто за что борется И получим результат Не так За что борьба? Ну, если мы рассматриваем Первое противоречие Борьба за усиление Чего? Коммунистического начала, да? В социализме И ослабление Капиталистических Начал Которые есть тоже Отпечатков Где? Вот если первое Мы берем Там не только экономика В экономическом Нравственном И умственном Я однажды В доме политпросвещения Вот на эту тему Лекцию читал А там 1500 человек И когда я дошел До того, что вот Вот и в нравственном И в умственном Отношении даже есть Какой-то там человек Хорошо, очень И слышно было Сказал Вот это и И видно Ну, а я должен был Не потерять Так сказать Лицо Я говорю И слышно И народ грохнул И так сказать Все проехали И видно И видно И слышно Здесь Значит То же самое Нету покоя В производстве Как некоторые Сейчас мы создадим Завод Сейчас мы назначим Минерального директора Сейчас мы наберем Рабочих Это все очень хорошо Это делают И на Западе И на Востоке И ничего тут Такого особо Нового нет А вот производство Или Если вы посмотрите Как Что писали В книжках Экономических Что у нас есть Общенародная Собственность Суэрсное предприятие И кооперативно-колхозное То есть Две собственности А если две собственности Тогда надо Между ними торговать Тогда зерно И мясо Это товар Ну и все Это колхозный рынок Это другой Там тоже Там на самом деле Торговля Действительно Вот выполнил план Колхоз Контрактацию Обеспечил Которая была записана В плане МТС И в плане колхоза Все он может Излишек продавать Там на самом деле Рынок Колхозный рынок Это рынок Но это обочина Социалистической экономики Это ни прямого отношения Не имеет Можно мы без него Этого рынка Можем прожить Некоторые не могут Без него прожить Потому что они Не будут покупать В магазине Мы только с сарминкой Будем покупать Это другое дело уже Вот Здесь значит Противоречие Между Коммунистической Между непосредственно Общественным характером Социалистического производства И товарностью В каких отношениях Во всех Это может быть На всяких На высоких этажах Может Потому что Скажем Если поставить Такие показатели Которые Стоимосными Тогда можно Надувать вал За счет повышения цен Правильно И все А если взять Только номенклатуру То нет Поэтому Вот если мы Это противоречие Видим То мы видим Что сделали В шестьдесят пятом году Если Хрущев Просто ломал Там Уничтожил Машино-тракторные станции Уничтожил Министерство Централизованное Которое обеспечивали Планное управление Всей экономикой И Поставил Целнархозы Которые И людей Куда-то Загнали Тех Которые Руководили В этих министерствах И которые Понимали Толково В этой экономике И у нас Пошло Сразу Общее снижение А вот Хочу назвать Показатели Которые были В реформе Шестьдесят пятого Года И до него Значит до реформы Шестьдесят пятого Года Основные показатели Были какие До одного Можно додуматься Например Вот Ленин писал Великом починнике Производительность труда Это самое важное Самое главное Для победы Нового строя Долой Шестьдесят пятого Года Реформа Долой Это показатель Производительность Такого Брата Дальше Второй показатель Номенклатура Что будем Производить Потому что Важно Что будут люди Потреблять Люди Имеется ввиду Не только потребители Так сказать Непосредственные Личности А это будут Там заводы Фабрики Институты И так далее То есть Те кто Получит Эту самую Потребительную Стоимость То есть Второе Это номенклатура Перечень Выпускаемых Продуктов Перечень Вот такого Чтобы не было Что этого нет Этого нет Этого нет Этого не найдешь И так далее Что Если вы помните После реформы Началось Стали все пропадать И третий Снимание И Снимание 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 Снижается Снимание Снимание Это снижается Какие Затраты Которые Учитываются На предприятии А те Затраты Которые Обществом Это Может быть Так Снимание Снимание Предприятие Меньше Затрачивает А продукт Оставляет Такой же Но Само уже Меньше Затрачивает А в продукте Столько Труда Сколько Было Может Такая быть ситуация, тогда больше идет для других отраслей, для потребителей. А после реформы было прямо противоположное сделано, а именно три показателя. Все три сводятся к одному. Прибыль. Прибыль. Какая связь, какая между прибылью и удовлетворением потребностей? Никакой. То есть, если у вас, так сказать, больше прибыль, то, конечно, вы можете, и если вас за это хвалят и дают за это деньги, то вы тогда можете больше накупить. И руководство предприятия, и рабочие даже этого предприятия. Прибыль. Это совершенно непонятно, как это связано с удовлетворением потребностей и с развитием человека. Никак. Второе. Рентабельность. А это что такое? Это прибыль, отнесенная к объему производственных фондов. Разделите прибыль на этот объем будет рентабельность. И прибыль, рентабельность. И объем реализации. А это к чему сводится? А к тому, чтобы чем выше цена, тем больше объем реализации. Если мою цену повысить, того, что я продаю, ну, изобразить, что это другой товар. Вот эту книжку, если взять и в красной сделать, вот, не в черном, а в красной оболочке, будет уже другая книжка. И она уже другую цену будет иметь и вперед. И так далее. И что у нас получилось? К потребительной стоимости ничего не относится, ни прибыль, ни рентабельность, ни объем реализации. Это никого не интересует. То есть государство не интересует. Органы планирования не интересуют. Это вот экономическая реформа. Изобразили якобы дискуссию. Три человека в «Правде» летом 65-го года выступали в «Правде». Один из них директор завода, который потом разорился, когда к этому всему пришли, из танкостроения нашего там у нас вверх по Неве. Вот. И два экономиста, которые один из них как бы все просто экономист, а другой член-корреспондент. Вот и вся на этом дискуссия. А кто летом отдыхал, загорал, ничего это не заметил и не видел. Вот и вся дискуссия. Никакой дискуссии не было. Потом сентябрьский пленум 65-го года, который все это утвердил. И это означает, что вот экономический переворот. Если до этого мы могли говорить, что вот склонно к этому, туда тянется, туда направляется, разрушается. Вот разрушили систему машино-тракторных станций, разрушили и заменили министерство санархозами, которые ни в чем не понимают. Главное, что избавились от тех кадров, которые действовали в интересах общества. Избавились, поставили других. А тут уже, после этого разгрома, вот такая расчистка, подчистка. И что дальше? А почему пропадали там дешевые продукты? Потому что они не нужны тем, кто производит. У меня цель рентабельность. Зачем я буду проводить дешевый продукт? Подумайте сами. Я выбираю все, что самое дешевое, убираю. И беру самое дорогое, увеличиваю. Я правильно делаю? Пленум же был, который это оформил. Сентябрьский пленум 65-го года. Партия стояла на чем-то. Но это партия, которая уже сказала, что она против диктатуры пролетариата в 61-м году. А в 65-м она оказалась против диктатуры пролетариата в экономике уже. Вот это. И после этого началось убираться все, министерство убирается. Госплан потом убрали. я вот присутствовал тогда, когда убирали комитеты цен. И вообще все эти органы ценообразования плановые, они не нужны, потому что у нас какая была цена или плановая цена? Себестоимость это стоимость или не стоимость? Не стоимость. Это часть затрат, которая идет, которая отмечается на предприятии. Другая часть, она уходит с предприятия, она здесь не выражена. И также плановая цена, это что такое? Это норматив плановый, который устанавливают для предприятий, что они должны снижать этот норматив. То есть затраты должны меньше, все меньше и меньше. А если у меня рентабельность, то я что должен делать? Мне не надо снижать, мне надо что делать? Наоборот, повышать цены все больше и больше. Поэтому, дескать, цены растут. Цены никогда не растут. Это не грибы и не растения. Они никогда не растут, их повышают. Причем, когда их повышают с такой большой скоростью, что даже один день цена не может провисеть, перестали ценники вывешивать. Ну, чего вы будете вывешивать ценники? Это одна трата бумаги. Сегодня повесили, завтра уже другие, подзавтра третий, четвертый и так далее. То быстро ходили и снимали. А сейчас хорошо. Раз на компьютер к тебе. Сейчас цена такая. Вы собрали, скопили то, что хотели купить. Раз набрали, а он говорит, все, до свидания, все в порядке. так, то есть, а Госплан для этого нужен? Зачем он нужен-то? Что планировать собираетесь? Раньше планировали на уровне правительства 1100 позиций. укропненных там. Станки, машины, оборудование, одежда, всех цветов, расцветок, и всех сортов, и всех номеров. И прочее, прочее. 1100. А дальше министерства разокупняют 17000 на уровне министерства. Там есть министерства текстильные. Вот он этот текстиль распределяет в горошек, это будет полоску, это будет шерсть, это будет штапель и так далее, и так далее. А дальше на уровне предприятий там еще идет разокупнение или на уровне каких-то предприятий, которые местного подчинения. Там есть были предприятия ленинградского подчинения, московского подчинения, городского и даже районного маленькие предприятия. Поскольку задача состоит дойти до этого потребителя человека до советского. Поэтому стоимость будет есть что-то, стоимость ему не надо, ему дай потребительную стоимость. Как разрешается это противоречие между товарным, непосредственно общественным характером социалистического производства и товарности. Как оно должно разрешаться? По линии усиления непосредственно общественного характера производства и ослабления товарности. Что сделала реформа 65-го года? Прямо противоположное. Она все перенаправила в сторону уничтожения вот этого самого непосредственно общественного характера производства. и тут бесполезно говорить большинство и меньшинство все было организовано и все от имени партии сформулировано. Это все везде. Я поскольку в это время мне приходилось против этого выступать, я договорился однажды в журнале плановое хозяйство, главный редактор, который понимал, что он ненадолго, потому что это за плановое хозяйство, когда раночная экономика. И договорились, что я ему задаю статью против повышения цен, что надо цены снижать. Я его написал, он экономист хороший, приняли, вдруг он мне сообщает, что не проходит статья, потому что тот человек, который сидит и является представителем комитета цен в этом самом плановом хозяйстве, он против. Я говорю, ну что делать? Ну раз не получается, не получается. Ничего, говорит Михаил Михайлович, мы его по-другому назовем. Экономический контроль. И тогда, если экономический контроль, она прошла. То есть, можно сказать, мы в это время, когда считалось, что партия руководит, плену собирает, уже это какая-то была подпольная деятельность, что надо придумывать, как все-таки это написать в интересах социализма и коммунизма. Что рабочие в стране делают? А? Что рабочие в это время? Рабочие в это время приучали к тому, что зарплата будет все ниже и ниже и ниже. Не что рабочие делали, а что с рабочими делали. Рабочие делали то, что они делают всегда, потому что и при капитализме, и при феодализме, если это работники, и при коммунизме, они работают и преобразовывают какие-то средства, какие-то предметы труда, преобразовывают их в предметы потребления, в том числе промышленного, производственного или личного потребления. Что они могут делать? Потому что не они командуют производством, получается, что у него-то кто командир? Сначала мастер, потом у него начальник участка, потом начальник цеха, потом начальник завода, а дальше министерство, а министерства уже повернуты все, Пленум уже сделали. Постановление чьё? ЦК КПСС и Совета Министров 1965 года реформы. А раз ЦК КПСС и Совета Министров, вам некуда деваться. Если вы член партии, вы выполняете постановление ЦК. А если вы не член партии, вы постановление правительства будете выполнять, товарищ Анофьин? Или как? Постановление правительства лучше выполнить. Вот такая картина. Так, вот это второе противоречие. И мы его рассмотрели с точки зрения двух противоположных тенденций. По какой линии оно должно разрешаться? Если взять коммунистическую линию, то значит оно должно разрешаться по линии усиления непосредственного общественного характера производства и ослабления товарности. А оно идёт у нас наоборот. По усилению товарности и превращению этой товарности из момента в целое. А вот это вот движение в сторону развития потребительно-стоимостной стороны производства, оно превращается просто в момент. Я скажу, ну и всё равно в товарном производстве что же продают, то, что нужно, никто же не будет. Если вам не нужно, то сделают так, чтобы вот, как сейчас сделали, жижу, которая курит, мне ничего хорошего нет, но деньги она приносит и большие. Даже состава уже никому не сообщали. Чё людей волновать? А? Чё людей волновать? Да. Зачем? Да. Вот, например, Кока-Кола никогда не сообщала о рецепт своего напитка. Берут и берут. А почему он такой сладкий? Как вы думаете? Почему? Это там сахар. Нет. Это правильно то, что вы сказали. Но я-то имел в виду другое. А чтобы больше ещё покупали. Если вы вот выпили, а он сладкий, вам их пить ещё хочется, пейте ещё, а вторую бутылку, потом третью бутылку, а мы будем богатеть. Красота. Поэтому, конечно, а то вы выпьете там лимонат, и всё. Надо, чтобы сладкий был напиток. Тогда выпьет две бутылки или три. На рынок идём. Ну вот, мы рассмотрели второе противоречие. Раз мы рассмотрели второе противоречие, чем оно разрешается? Всякое противоречие разрешается чем? Борьбой. Ну вот, первое противоречие, которое мы рассматривали, борьбой коммунистического начала, основного, с антикоммунистическим началом, которое тоже присутствует при социализме. В виде родимых пятен и отмечатков капитализма. Как еще Ленин писал, что сколько у нас таких рабочих, которые стараются дать обществу поменьше и похуже, а взять у него денег побольше, побольше. Сколько мы их пригласили к позорному столбу. И в том числе он прямо конкретно говорил о наборщиках предприятий этих самых партийных типографий, которые тоже так поступают. Так, противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью разрешается борьбой. В этой борьбе эта борьба была проиграна. Почему? Потому что эти самые товарники наступали, а антитоварники, как называли таких экономистов, которые стояли на той позиции, на которой стоял Сергеев, Цоголов. Был такой в Одессе по Крытам, Анатолий Карпович, в Иваново был заведующий картер политэкономии. Много было товарищей. То есть их было достаточно много, чтобы ни на одной всесоюзной конференции решение о том, что надо двигаться в сторону развития товарного производства не прошло. Вот это представители непосредственно общественного понимания социализма, Еремин особенно из Института экономики, вот это мы обеспечили, но не более. То есть не удалось провести. А новогосударственные решения и партийные решения все уже туда толкали. А вы можете, товарищи ученые, вас же никто не выгоняет. Ну и радуйтесь, что пока вас не выгоняют. Выгонять стали потом, когда уже вместо пяти лет стали учить четыре. Это значит пятая часть преподавателей вузов не нужна. И раз их всех их уволили. Очень просто сделали. Укропняем. А зачем три кафедры политэкономии? А потому что у нас было вот три вуза экономических в Ленинграде. Делали один. Ну и все. Значит, две трети выкинуть преподавателей, одну треть оставить. Также и с философией. Вот товарищ Казенов он был, заведующий кафедрой философии и социальных коммуникаций Института советской торговли имени Энгельса на Новороссийской улице. А его взяли, ликвидировали, присоединили к политеху. Какое отношение политех имеет к торговле, к советской торговле? Точно никакого. Вот это подвинул. И тогда кафедру разогнали, а товарищ Казенов стал профессором по кафедре права. Ну я ему говорил, Александр Сергеевич, я вот тоже профессор по кафедре права. Экономики и права. Вот не думал, что мы будем быстро так с тобой, коллеги. Потом там началось опять, давайте новые программы. Плюнул Александр Сергеевич и ушел оттуда. Ну и так и сделано. А если кто не ушел, то была придумана другая система убирания кадров. Значит, если раньше на мою должность конкурс объявлялся, и я претендовал, и другие, любые, то потом делали по-другому. Просто вот если у вас 17 профессоров, в этом году будет конкурс только на 16, то есть один точно не будет уже. Потом в следующем году на 15, потом на 14, это 13, и всех довольны. И те, допустим, которые голосовали, говорят, ну, Михаил Васильевич, сейчас вас проводили, завтра меня проводят в следующем году. Раз противоречие мы знаем, как разрешается это, мы хотим сказать, как оно разрешается в плане развития, а не в плане дегазации. По линии усиления непосредственно общественного характера производства преодоления товарности. Так? Так. Вот если оно так по этой линии развивается, остается, значит, сформулировать более точно, что оно разрешается борьбой за усиление непосредственно общественного характера производства и товарности. И эту борьбу кто должен организовывать? Партия должна организовывать, государство должно организовывать, рабочий клан должен организовывать. Вот кто у нас руководящей силой считался в государстве? Рабочий клан, во главе со своей партией. Вот это должны бы это все делать. А они что делали в данном случае? Я об этом рассказывал, что на плену было решено прямо противоположно. Пока это не исчезли. Все линистерства потом и госплан закрыли. И госплан где находился? Вот там, где сейчас дума. И сейчас думают, а что здесь раньше было? А госплан тут был. И старое помещение, это вот такое, которое выходит прямо на широкий такой простор. И новое помещение, которое построили. Все там теперь-то дума, выгнали оттуда госплан. Зачем госплан? Зачем планировать-то? Не надо планировать. Теперь планируют в других местах, что делать в России. Там все время что-нибудь планируют. Так, что отсюда следует? Что если речь идет об экономике, то в этой экономике присутствует противоречие какое? Между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Так противоречие должно разрешаться по линии приоритета общественных интересов по линии усиления непосредственно общественного характера производства и ослабления товарности. Спрашивается, кто должен вести эту борьбу? У нас уже субъект определился, рабочий класс, когда мы рассматривали противоречие основное. Поэтому рабочий класс во главе всех трудящихся должен был вести борьбу против вот этого усиления товарности и за развитие непосредственно общественного характера производства. Или другими словами, борьба должна идти за общественные интересы, а не частные, не интересы отдельных коллективов, отдельных предприятий, отдельных министерств, отдельных ведомств. Борьба должна идти за интересы всего общества. То есть непосредственно общественное производство означает, что производство действующее в общественных интересах. Общественные интересы в условиях социализма – это общественные интересы в условиях, когда есть еще слои и классы. Поэтому надо рассмотреть, что является общественными интересами в условиях, когда у нас еще уже бесклассовое общество, но классы полностью еще не уничтожены. Так или не так? Вот мы и переходим к следующему противоречию, к третьему. Противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов его первой фазы. И лучше сказать, наличием классов, я вот раньше так говорил, а потом понял, что это не вполне четкая формулировка, наличие, потому что это позитивная формулировка. А правильно говорить, противоречие между бесклассовой природой коммунизма и неполностью преодоленном делении общества на классы. Вот тут уже это негативная формулировка по отношению к классовому делению. Поэтому вот в той книге, которая на столе у Владимира, благодаря товарищу присутствующему рядом Алексею Владимировичу, поправка это сделана. Там правильно написано, противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще неполностью преодоленным делением общества на классы. То есть, да, уже бесклассовое общество, но деление на классы преодолено неполностью. Ну, про каждого можно сказать. Человек хороший, но недостатки есть. Это же не значит, что он плохой. Правильно? Никак не значит. А где вы таких найдете людей без недостатков? Давайте сделаем партию без тех людей, у которых нет недостатков. Ну, рабочий класс, раз он правящая сила, так он само собой должен быть без недостатков. Пусть только, чтобы никто не выпивал. Попробуем эту задачу решить. Не в этом году, так может, в следующей пятилетке. Это не решаем. А? Это не решаем. Ну, вот в этом все дело. Но некоторые это решают же у нас. Есть же такие выдающиеся рабочие, которые все-таки решили эту проблему для себя. И они вот не считаются непредставителями рабочего класса. Наоборот, они выразители его настоящей позиции. А вовсе не белые вороны. Вот такое сравнение, как белые вороны, они проходят. Они вот и есть самые лучшие представители рабочего класса, которые эту проблему решили по-другому. Вот противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы означает, что вот эти самые общественные интересы, про которые мы говорили сначала, и когда говорили об общем противоречии, и потом, когда говорили о непосредственно общественном характере производства, то тоже они говорили. Это не вообще общественные интересы, это интересы рабочего класса. По своему классовому характеру. Поэтому для того, чтобы преодолеть те противоречия и правильно разрешать, надо, так сказать, обеспечить возобладание вот этих общественных интересов, то есть интересов рабочего класса над другими. Как это можно сделать? Только благодаря тому, что субъектом управления будет рабочий класс, то есть диктатура пролетариата. Без диктатуры пролетариата это невозможно. А с этого и началось уничтожение социализма. Еще и про товарность там ничего особенного не говорили, и реформы еще не скоро. А диктатуру пролетариата ликвидировали в 1961 году. Главное ликвидировали, то есть вот это вот. Потому что если вот ликвидировать, то уже не может быть преодоление господства общественных интересов. А значит и все эти противоречия, которые мы уже изучили, они все будут разрешаться в сторону движения к капитализму, а не в сторону движения к полному коммунизму. Поэтому мы здесь должны констатировать, что не просто борьба должна быть за общественные интересы, а должен быть обеспечен приоритет интересов рабочего класса. А под интересами мы понимаем не то, что думает тот или иной рабочий или тот или иной изучающий рабочих интеллигент. А это то, что объективно выгодно. Кому? Рабочему классу. Интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им в силу этого отношения выгодно. Вот я, например, Алексея Владимировича могу и не спрашивать насчет его интересов. Я знаю, что ему выгоднее здесь сидеть на втором ряду, чем на заднем, потому что заднее не все еще услышат, а он услышит. Да, ну это нормально, так и есть. Все противоречиво. А вас это удивляет? Вас это удивляет? Нет. У него есть интересы? Нет, просто у каждого рабочего, кроме коренных интересов, которые являются классовыми, есть и побочные, и семинутные, какие-то связанные с его особенностями, его жизненного пути и характера, и характера производства и так далее. Вот я работаю на ликер-лодочном заводе, а вы хотите, чтобы я не выпивал? Я потому здесь и работаю. Я однажды лекцию читал под названием «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи» на Ленинградском ликер-лодочном заводе. Очень там было интересно. Машину я видел, которая моет все вот сейчас в грязных таких ящиках бутылки приводит, потом машина такая многопалая, из этого вытаскивает все сразу бутылки из одного ящика, и вот туда вот горло этого дела. И там все это моется в щелочи, в горячем воде, в холодном, и как стеклышки от пыла выходит, и потом уже спиртик наливает в нужные пропорции, и, пожалуйста, она поехала. Все хорошо. А дальше раз уже проволока, милиционер стоит, это уже валюта пошла. И вот я когда оттуда посчитал, я им партию «Ум, честь и совесть нашей эпохи», вышел за ворота, а вдруг подходит и в газете мне дают две бутылки водки. Я говорю, да вы чего? Это я не возьму. А это товарищем. Ну ладно, я это отнесу в этом. Иностранцев будем приглашать. А мы все равно обратно не возьмем уже. Все, уже пронесено через охрану. Так, значит, поэтому речь идет не о том, о чем думает тот или иной рабочий, а это другое дело. Сознание рабочего класса, сознание рабочих, это осознание коренных интересов рабочего класса. А что касается интересов, их же много, всяких интересов. И такие, и глубинные, и коренные, и средние, и прочие. Вот коренные интересы рабочего класса, о них идет речь. Вот поэтому не просто приоритет интересов, да как до этого мы получили, когда рассматривали противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью, а приоритет интересов рабочего класса. И, соответственно, диктатуру рабочего класса. А поскольку удовлетворять люди хотят не только какие-то свои коренные, а самые разные, в том числе и противоположные, поэтому без диктатуры патриата никакого движения вперед не получится. Не получится. Насилие. Насилие, да. Насилие было чем, кем? Повивальной бабкой истории. Да? Как говорится, до сих пор. А когда до сих пор? Так это вопрос необходимости существования государства. А что такое государство? Это и есть та самая повивальная бабка. Ну или революция, когда, так сказать, новое государство становится, либо вот то, которое есть. Без него никуда. Ну конечно. Пока есть полосовое общество. Ну вот единственное, что при изучении науки и логики, не знаем мы с Валерием Александровичем, не думали, как применить насилие, но не нашли способа. Думаю, ладно, мы попытаемся на волне этих коренных интересов. как-то удержаться. Итак, следовательно, как разрешается это противоречие? Классовой борьбой. Эта классовая борьба пронизывает экономику, политику, идеологию, культуру. Вот с классовой борьбой разрешается это противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Вы хотите полностью классу преодолеть? Можно без диктатуры рабочего класса преодолеть? Нельзя. Не, я хочу преодолеть, но диктатуру не хочу. Так что пусть они преодолевают. А я тут... Вот можно сделать так, Валерий Александрович, вот за этим столом, чтобы не надо было. Не надо. А вот за вашим тоже не надо. У вас красный стол. А вот это народ. Пусть он так скажет. Пусть преодолевает. Пусть преодолевает. Пусть преодолевает. Пусть преодолевает. Пусть преодолевает. Ну вот. И получилось, что мы теперь должны рассматривать противоречия, следующее, какое? Между бесклассовой природой коммунизмом. Вы не забыли, что социализм – это коммунизм? Уже мы-то закопались сюда так, что уже как-то на коммунизм не похоже. Ну, потому что тут борьба сплошная. Сплошная с применением насилия. Борьба. И вот, значит, между бесклассовой природой и социализмом. Социализм – это бесклассовое общество или классовое? Бесклассовое. Потому что это коммунизм в низшей фазе, когда еще не полностью преодолены классовые развития. Не полностью. Преодолены, но не полностью. А они преодолены? Преодолены. У вас и отрицательные качества есть? Есть. Так вы плохой? Нет. Так у вас что перевешивают? Отрицательные или положительные? Вот, видите, как он. Вывелся, и вот так не возьмешь. Давайте. А у вас, говорит? А получается, что государство, правило, но при социализме как отрицание. Как отрицание отрицательного? Отрицательного. Да. Как отрицание отрицания. Социализм построен. Есть. Значит, социализм построен. Отрицательное это явление есть. И вот это государство – это дубина, которую бьют по этим отрицательным явлениям. Ну, если диктатура пролетариата. Да, диктатура пролетариата. Это что такое? Упорная борьба. Давайте читать дальше. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Как может она вот уже перестать необходимой быть? Вот говорили людям, это надо быть очень безграмотными людьми в области марксизма, чтобы вот это проглотить. И проглотили на 20-м середине это все. Ну, как это так может быть? А потом-то еще что было? Вы, наверное, не знаю, может не все знают, что осталась руководящая роль рабочего класса. Ну, руководящая роль уже… Видите, в чем разница? Пожалуйста, руководите, только не трогайте, пожалуйста. Не вздумайте насилие применять, товарищ Мордовик. Ни в коем случае. То есть по-доброму. Только по-доброму. Ну, не выпускайте тех, кто не изучит. Отсюда не выпускайте, и все. Чтобы не было скандала никакого. То есть руководящая роль. В принципе, руководящая роль тоже подходит под понятие диктатуры, только ее как-то как будто скрывается то, что это не просто руководящая роль, это упорная борьба. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, а не просто. Дескать, я вам сказал, и делайте. А вы мне сказали, да пошли вы со своим деланием, делайте сами, как хотите, и все. Вот и весь разговор. Так какая-то диктатура, это пролетариат или нет? А наша, говорит, власть, говорит Ленин, больше похожа на киселье, чем на железо. Потому что что такое диктатура пролетариата? Железная власть пролетариата. Железная. А кого это не устраивает? Ну, будем подавлять. 4394 делегатки с решающим голосом в 22-м севере. На каком севере? На 22-м. 4 тысячи знатоков. Так, и вот, короче говоря, значит, какая получается тенденция? Две тенденции борются. Одна, значит, усилению позиции рабочего класса и, следовательно, преодолению классовых различий. А другая тенденция, наоборот, к ослаблению. Ну, если она идет к ослаблению, ну, и государство становится каким? Другим, противоположным. Значит, кто следил внимательно за то, что происходило в сфере общественного сознания, слово «руководящий» потом перестали употреблять. Оно в программе осталось. То есть в программе не выкинута диктатура пролетариата, а написана «руководящая роль». Но «руководящая роль» не все равно похожа на это дело. Почему-то я должен вот… Вот вы, Лазарев, вы рабочий, я должен вас выполнять. Я вот у меня столько образования, я должен вот вам подчиняться как-то это. И вот… Давайте ведущую роль сделаем. И сделали ведущую роль. В Брежневский период невозможно было никуда… Вот я когда приносил статью, где написано «руководящая роль рабочего класса», диктатуру просто не пропускали. А вот «руководящая роль рабочего класса». «руководящего» вычеркивали и ставили ведущие. А ведущие колесо где? Сзади. Сзади. Сзади? Сзади. Ну правильно. А что вы рветесь вперед? Вот и сидите там на задней лапке и все. Я нашел средства. Я стал писать «рабочий класс, руководитель социалистического общества». Всем было жесткое указание убирать руководящую роль и ставить ведущие. Они смотрят, а слова «ведучили» нет. Нету слова «ведучили». И у меня прошли несколько таких статей, в том числе в журнале «Научный коммунизм», где ответственный секретарь Удовенко, он тоже написал о классовом характере управления при социализме. То есть люди были, которые понимали, что идет и что делают. И это понимали хорошие писатели, такие как Кочетов и такие как Иванов. Понимали, что идет классовая борьба. В двух же этих журналах вовсю воевали против этого дела. А в это время Горбачев таскал партийный актив в Москве, чтобы они смотрели пьесы Шатрова, где Шатров приписывает Ленину то, что говорил Троцкий. И по этому поводу мы вот такую статью в нашем «Современнике» с одним товарищем дали. «Куда скачет синяя коня» называть эту статью. Потом мы подготовили другую статью. 20 лет попыток подменить ленинизм Троцкийзмом, но никакие наши усилия не привели к тому, чтобы ее напечатали. Она не напечатана, она задепонирована. То есть она как бы есть, лежит там где-то в библиотеке под каким-то номером. И все. А ее нет в обороте. Так вот, значит, как разрешается эта борьба между бесклассовой природой и коммунизмом, и еще не преодоленным делением общественного класса. Как это ни странно, борьбой она разрешается. То есть все попытки найти какой-нибудь такой механизм, как дайте нам механизм этого разрешения. Дайте нам все. Механизм это то, что делается бездумно, без головы. Борьбой. Борьбой за что? За усиление позиции рабочего класса и за укрепление диктатуры пронитриата. И борьбой со всеми попытками действовать против диктатуры пронитриата. Вот что должно быть. Это было у нас? Нет. У нас все было раскручено наоборот. Уже о том периоде, о котором мы говорим. Уже ведущие, уже только роли у рабочего класса, а ведущие это уже не руководящие. Так. Ну и что получается? Если все это нормально, все-таки мы же говорим, какая должна быть система при социализме. Система такая, что укрепляется эта вот диктатура пронитриата. Она будет укрепляться до тех пор, пока не перестанет необходимой быть. Правильно? Когда перестанет быть необходимой, ну и все на этом, она отмерла. А пока она не отмерла, она будет укрепляться, тем более, что легче ее проводить, когда меньше противоречия, менее сильные противоречия, меньше нарушений и так далее, меньше наказания и так далее. Но нельзя пропускать. А не так, чтобы вот, если вы утащили на 50 рублей, то никаких наказаний не должно быть. И сразу, сейчас дам, и сразу стали, так сказать, ходил такой маленький короткий анекдот. Бери с завода каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость. Пожалуйста. То есть, при социализме государство остается как машина насилия для подавления вот этих вот негативных тенденций. Да. Для подавления, как оно было, для подавления всего того, что враждебно рабочему классу. Вот оно так же остается. Для подавления всего того, что враждебно рабочему классу. Но уже не подавления рабочих и не подавления трудящихся, а подавления втрудящихся того, что и противоречит их социалистической позиции. Вот если у вас позиция социалистическая, я могу подавлять от лица государства то, что вам противоположно, а не то, что мне противоположно. А как же тогда безклассовая природа социализма? Безклассовая природа. А как же родимые пятна забыли? Не забывайте о родимых пятнах. Даже на рабочем классе. Ведь класс выпить не дурак, например. Когда он будет вам это всем руководить, если он будет выпивать. Поэтому тут много проблем встает. Всяких других. То есть не будем упрощать. А если бы мы упростили так, вот получилось, что думали так просто и легко. Просто и легко не получается прийти к полному коммунизму. Это упорная борьба. Так и написано. Упорная борьба. Кровавая и бескровная. Насильственная и мирная. Педагогическая и администраторская. Против сил и традиций старого общества. Выкорчивать силы и традиции старого общества – это страшно тяжелое дело. Страшно тяжелое. И нигде их не... Вот, пожалуйста, Вьетнам. Их бомбили, уничтожали. Прекрасное отношение у социалистического Вьетнама сейчас у нас к американцам. Не видели, нет? Это ужас. Это ужас. Что они там творили, это невозможно описать. Фильмы есть по этому поводу. Страшные просто. И вот те, кто там такие... Нет, в самом деле плохие отношения. Да. Ну вот. Значит, в итоге, значит, что получается? Что вот это противоречие между бесклассовой природой социализма и наличием классов в его первой фазе разрешается с использованием системы государственного планового управления. Да? Борьбой. Вот. Используем систему государственного планового управления. Эту систему я сейчас очень кратко изложу. Я закончу скоро. Я просто хочу сделать так, чтобы мы все-таки сегодня всю систему изложили, а дальше можем ее потом рассматривать по отдельности. А система получается такая, что есть планирование, да? Есть плановое выражение общественных интересов. Соответственно, есть методы. Есть социалистическое соревнование. Соревнование это не связано с подавлением. Это наоборот. Это связано с поощрением тех, хотя бы моральным поощрением тех, кто идет впереди. Дальше, значит, есть директивные методы. Дальше, социалистическое соревнование. И есть методы материального поощрения. Кого надо поощрять? Я не говорил, надо поощрять вот тех передовых рабочих, которые прокладывают путь, которые не жалеют своих сил и труда для общего блага. Вот их надо поощрять. В том числе и сокращением на известный период рабочего времени. Вот товарищ Лазарев. Вот если он хорошо работает, дайте ему вместо 8 часов 6 часов. Как только он станет плохо работать, дайте ему опять 8. Чтоб знал, что лучше работать хорошо, чем плохо. Это же хорошо. Прямо у Ленина написано. И с сокращением на известный период рабочего времени. А не только деньгами. Но и моральное поощрение. Герои труда. Люди. Квартиру без очереди дать. Да. Это очень важно. Квартиру всем давали? Да. Всем давали. Ну по очереди. А передовикам без очереди. И так далее. И может быть дать большего размера. Короче говоря, вот система. То есть для того, чтобы двигались сети, разрешалось противоречие, нужно, чтобы это работало системой управления. Но в системе управления, дорогие товарищи, наверное, есть, как вы думаете, товарищи диалекции. В системе управления нет ли таких противоречий, которые содержат в себе негативные тенденции? Ну вот я думаю, что все товарищи, когда вы нас принимаете, мы столько уже в кружке занимаемся, что мы вам не поверим, что в системе управления нет никаких противоречий. Там есть противоречие между социалистическим характером этой системы управления и карьеризмом, и бюрократизмом, ведомственностью и местничеством. В чем состоит карьеризм? Карьеризм состоит в том, что я вот одной рукой держусь за вот это место, а вот другой рукой – за следующее место. Как только получу, я эту руку туда отпущу. У меня там дальше будет уже движение. Раз. Бюрократизм. Вы ко мне пришли. Вот товарищ Анухин вот сейчас пришел. Товарищ Анухин, вы что, не видите, у меня руки заняты? Чем? Я обеими руками держусь за место, а вы пришли не вовремя. И так всегда вы не вовремя приходите. А эти вот злодеи, они хотели бороться с бюрократизмом. Меня отсюда, несмотря на то, что я вроде ничего плохого не делаю, просто крепко держусь, чтобы не упасть с этого кресла, меня отсюда берут за шиворот и вытаскивают из этого места и ставят Мальцева. Ну что, Мальцев, вы знаете, какой я красивый. У меня пиджак, у него куртка. Я не претендую на вашу. Зря ты не претендуешь. Самый как раз момент. Потом уже не будет. Так. Так в чем разница? А карьеризм – это когда уже я выше хочу пахти. Тут вот, а бюрократизм – это вот держусь здесь и все. Бюрократ. Значит, ведомственность. Да плевать я хотел на вашу отрасль. Вот наша отрасль, вот наша. А ну и будем ее повышать, правильно? Вы из какой отрасли взяты, да? Вот мы вот вам дадим средства. И вам дадим, мы, Валерий Александрович. А вот я им не дадим. Они из другой отрасли. Ведомственность. И местничество. Вы из какой области родом? Если я, так шли мы рады. Вот. Санкт-Петербург. Тем более еще и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Это вообще не наш человек. Ага, обойдетесь. Я село Староклинское, Первомайского района Тамбовской области. Тамбовский есть еще? Я, я. Все, 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 все. По дедушке. Все. И вообще все, все оттуда наши родственники. Только крепче держитесь за кресло, потому что их много. Их много. Если этот вот Лазарев организует рабочий контроль, нам труба. Да. Труба. Поэтому в программе партии было записано в дальнейшем при повышении производительности труда переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством каждому работнику два часа уделить обучению военному, профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Вот вы отработали шесть часов, а два часа, будьте добры, прийти и проверять, как мы с Мордовиным работаем в своих интеллигентских учреждениях. Зачем они нам нужны? Нам они абсолютно не нужны. Я считаю, что надо... Мы с вами за общенародное же государство, Валерий Александрович. Ну и все. А они пускаются до диктатуры ходят. Это слово кровавое, жестокое. Что вы нам предлагаете за диктатуру? Пролетариата. Нам и так хорошо. Нам и так хорошо. Поэтому и что? И как тогда разрешить это противоречие? Вот оно и разрешается классовой борьбой. Тоже борьбой против карьеризма, бюрократизма, ведомства и местничества. А ее невозможно разрешить, это противоречие внутри системы управления. Невозможно. То есть мы можем сидеть в системе управления с Валерием Александровичем, а все против нас. И нам никак тут, если мы не привлечем товарищей снизов и так далее. Поэтому это должна быть всеобщая борьба, а не борьба отдельных лиц в отдельных ведомствах. Иначе это невозможно сделать. Поэтому на самом деле, вот мы сейчас опрессовали, и получается, что это очень трудная задача, чтобы социализм превращался в полный коммунизм. Очень трудная задача. И здесь, на всех ступенях этой самой диалектической лестницы, тут везде противоположные тенденции. Если вы не готовы с этими тенденциями бороться, или не боретесь, то ничего не получится. А если боретесь, то тоже может не получиться. Почему? Потому что никаких гарантий заведомо кто-то вам дать не может, что вы идете на «вы» и вы выиграете. Кто может дать гарантию, что страна, которая начала социалистическую революцию, как Россия, Советский Союз, и она все так прошла без всяких ошибок и недостатков. Нет таких гарантий. Тем более, а вот если люди не изучают диалектику, если они не изучают марксизм и ленинизм, есть гарантия, что точно проиграет. Вот где гарантия есть. То есть общий вывод при рассмотрении этой системы, о которой мы говорили, системы разрешения противоречия социализма, что все эти противоречия разрешаются борьбой. Ну, разных видов мы по всю эту лестницу рассмотрели противоречия. Борьбой, в том числе всеобщей борьбой с карьеризмом и бюрократизмом, ведомственностью и местничеством. Поэтому нужен и рабочий контроль. Поэтому нужны... А у нас вместо рабочих появился народный контроль. Ну, какая большая разница. Большая разница. И причем люди, которые участвуют в рабочем контроле на соответствующее время, освобождены от производительного труда, потому что иначе смысла нет в этом производительном труде, растащат весь этот плоды этого труда. Так и растащили, и растаскивают плоды труда рабочего класса. То есть одной рукой надо работать, а второй рукой надо держать этих самых представителей, которые в органах управления. Отсюда и вопрос о том, как построить советскую власть. Насколько важный. Не в том ситуации, чтобы собрать народ на съезд и объявить, что вот этот съезд, там что-то он выступал и решил, а в том, чтобы туда, там это был съезд представителей, чего, заводских коллективов. Вот если это съезд представителей заводских коллективов, это съезд советов. Не все, те, кого избрали в советы, попадают на съезд советов. На съезд сначала изберут городские советы или областные, а оттуда некоторых этих же депутатов, которых избрали где? На заводах и фабриках. Их отправляют на съезд советов. Не на Верховный совет. Если ты Верховный совет уже не достанешь оттуда никогда и никого не отзовёшь, и всё это пропало. А съезд советов. И они, депутаты, не все депутаты идут, но те, кто есть, вот вы увидели, что меня туда направили. Говорит, он такой вот такой кружок ведёт хороший. Пусть сидит там. Я сижу, а потом как меня туда направили. Потом, значит, поняли, что я что-то не то делаю, не то рассказываю. Или наоборот, перестал всё рассказывать, что надо. И вообще зазнался. Что нужно сделать? А спрашивается, а с какого предприятия вы избирали? Вот меня, например, в 91-м году я был кандидатом в народные депутаты СССР по Национально-территориальному округу. У меня были эти самые доверенные лица Тимофеев и Федотов с Бадокера. И, значит, вот мы там ходили и выступали везде. И даже нам дал такой маленький... Пароходство дало. Маленький такой автомобильчик с громкоговорителем. Мы ходили, вещали, и везде могли выступать. Естественно, мы не набрали там большого количества глаз. Он набрал большое количество глазов Иванов. Иванов, который с Гудриляном, про которых вы, наверное, слышали, что они там мафию разгребали якобы в Узбекистане. А потом выяснилось, что они мошенники и жулики. Но прошел Иванов. А было 33 кандидата таких вот. А еще было у нас два рабочих. Вот у нас такая тройка была от Совета рабочих. Игорь Красавин с завода «Русский деятель», который уничтожен. Вот Анатолий, знаете, еще был из Балтийского завода. И я. Вот такая картина. То есть, если диалектически смотреть на вот эту проблему, проблема движения социализма в полный коммунизм очень сложная и очень трудная. И здесь отступление вот этих таких крупных вещей, как устройство Советов. Или куда-то делалось из программы, вот эти два часа-то пропали. Цель производства, какая была в старой программе партии, которая ленинской, которая два съезда выдержала, которая была на втором съезде и потом на восьмом съезде. И Сталин никогда не менял программу партии. При Сталине ни разу не менял. Ни одного слова не поменяли. Куда делалось это все? Поменяли. 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 Развитие на удовлетворение потребностей. Да, на удовлетворение потребностей. А выяснилось, что потребностей удовлетворяют-то не рабочие, а совсем другие люди, капиталисты. Быстренько появились капиталисты. И потом появился фашизм в 93-м году, когда стреляли по буржуазно-демократическому органу Советов. Да? И Советы были какие? А это уже не поэтому буржуазные. И орган буржуазный. Я был членом Конституционного Совещания и могу подтвердить, что когда дали слово председателю этого самого Совета, Совета, он вышел к трибуне, а ввел Конституционное Совещание Ельцин. Все эти ельцинские друзья стали сучать крышками и не дали слова говорить председателю этого самого Верховного Совета. Тогда все эти представители Верховного Совета встали и ушли. И я с ними ушел. И когда я пришел, поскольку я был как-то не из числа управленцев, то долго меня там продержали. Потом, когда меня запустили в комнату, я говорю, там огромный стол. И это все равно люди отмечают очень хорошо. Думаю, ну понятно теперь, что и тут особенно надеяться на этих людей, которые противопоставили ельцинскому фашизму, что широкий хороший стол. В этот день, когда их выгнали с Конституционного Совещания. А потом их постреляли из станковых орудий. И еще после этого спрашивают, а что, собственно, произошло. Что? Фашизм произошел. Фашизм это кто такое? Открытая террористическая диктатура. То есть, если кто думает, что если не будешь укреплять диктатуру рабочего класса, то будет фашизм. Будешь укреплять диктатуру буржуазии. Да, сначала диктатуру... Ленин же писал... Да, или диктатура... Или диктатура пролетариата, или диктатура буржуазии. Ответь его не дано. Нет, а дальше еще есть. А тот, кто этого не понимает, либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Так? Вот. Но все почему-то не читали это. Все хотели другого. Значит, идиотов много. Говорят, Ленин не оскорбил ли там большое количество людей. Он практически всех. Так, ну вот, я прошу прощения за то, что получилось, что это самое, каждое такое противоречие заслуживает того, чтобы внимательно и подробно его рассмотреть, но еще больше заслуживает то, чтобы их вот взять все-таки в целом, как единую систему. И это все рассмотрение одного противоречия между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Это очень просто развертывается, 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 развертывается. Есть вопросы? Собираемся седьмого ноября. Седьмого ноября? Хорошо. Ну вот, я думаю, может, мы сделаем таким образом. Вот эта проблематика, вот то, что мы обсуждали, это вот на самом деле такой редкий для нас случай, когда мы не просто изучаем диалектику, а мы ее для чего изучаем? Чтобы ее применять. Вот мы ее применили. И для тех, кто хочет заниматься, он должен понимать, что это мы не зря изучали, потому что без этого вот изучения, когда мы просто берем отдельные вопросы, их снова обсуждаем, снова рассматриваем, и все, они все разложены, как кирпичи на стройке. Правильно? Кирпичи на стройке, а дома нет. Вот сейчас мы построили некую систему разрешения противоречий, и в этой системе противоречий можно ее подробнее, глубже, ярче обрисовывать, потому что каждая противоречия заслуживает самостоятельного рассматривания. Но важно, что они все в единой системе. Это мы просто углубляли все время. Углублялись и пришли к более глубокому пониманию того самого первого противоречия, которое было вначале сформулировано между коммунистической природой и социализмом и отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Во всех отношениях. В экономическом, говорил Маркс, нравственном и умственном. То есть учтено и то, что нравственном, что жулики, грабители, убийцы и так далее. И умственном, и дураков много, еще кроме всего прочего. И эти дураки из себя корчат умных. А отличить тяжело, потому что у него просмотров много, видите ли. Нужной стороной надо повернуться, тогда будет много просмотров. Так что, я думаю, мы сделаем так. В следующий раз мы пообсуждаем это. Сегодня это уже дело близится, мы уже полтора часа занимаемся. Но в следующий раз мы обсудим это. И поэтому я бы попросил каждого здесь присутствующего, участника кружка подготовиться, выступить и, так сказать, свою позицию по этому поводу определить. Так сказать, высказать, что вам тут в этом нравится, что не нравится. Или что вызывает сомнения. Или что-то, может быть, неправильно сформулировано, неправильно выведено. Значит, 7 ноября? Это хороший день. Вот, то есть, как нам эту революцию обратно вернуть? Как нам праздник революции заставить работать на дело революции? А очень просто. Ленин написал «Лучший способ отпраздновать юбилей Великой революции». Это он с Валерием Александровичем согласовал. «Сосредоточиться на нерешенных задачах». Так, вот так прямо и сказано у Ленина. Скажите, а что празднует День Свободной России? Ничего. А? День Свободной России. Сначала я разговаривал. Вернее, официальное оформление. Совет России, так сказать, Верховный Совет России под руководством Ельцина принял решение о верховенстве законов России на всей территории России. То есть, это закон следовательно об уничтожении Советского Союза. Ну, правильно? Верховенство законов России на территории Верховенства, то есть, выше всех законов. Выше законов Советского Союза. То есть, кто и когда. Поэтому нам обижаться, скажем, на какие-то республики, я не скажу, вот они там пошли. Этот развал начался в России. Ельцинская Россия. Она первая. Первая, этот законный. И что вы можете ожидать от этих государств? Что они там представляют без России? Ни армии, ни, соответственно, структуры соответствующие. Я в этом... Ко мне гастарбайтер подходит, вот этот 12 июня, говорит, Михаил Васильевич, он с праздником. Я говорю, что празднует? Отделение это в Узбекистане, что ли, а в России? Вот я думаю, что сегодня мы должны были убедиться в том, что диалектика дает возможность подумать поглубже над некоторыми вещами. Более глубоко, чем это обычно бывает. Хорошее дело. И все товарищи, которые изучали, все понимают, что если мы изучали по частям, когда-то надо это собрать и использовать это, диалектические знания, для того, чтобы видеть диалектическую картину в целом. Потому что надо всё-таки в диалектике изучать целое его противоречие, а не куски. А вот куски – это механика. Сейчас говорят, надо хозяйственный механизм тогда, помните? Вместо организма. Вот организм – это у вас там и сердце, и почки, и печенка, и селезенка, и ещё и голова. А механизм, ну, вы знаете, вот он. Механизм – это хозяйственный механизм. И все повторяют, как эти вот болванчики китайские. И знаете, уже повторяют. Вот я думаю, что члены нашего кружка не будут. Давайте включим механизм изучения диалектики. Валерий Александрович, вам поручается включить механизм. А он его включил. Приходите 7 ноября, будет изучение дальше. Вот и всё. Чисто механически поднимайтесь на пятый этаж. Комната 520. Спасибо за внимание, товарищи. Всем успех. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok